Внимательство. Сегодня у нас в этом, так скажем, помещении будет осматривать ту проблему вопроса по мере поддержки, которая происходит. Я немножко остановлюсь на том, что сейчас в настоящее время вообще идет действовать. У нас методы поддержки сейчас в Республике Тарстан уже осуществляется 70 стран, ну, более 70, в Министерстве ведомства и различными. В основном, большая часть приходит на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тарстан. Дальше идет Министерство экономики, в частности, фон поддержки предпринимательства. Какие выделяются у бюджетов? Действительно, бюджет выделяется, в 2017 году выделилось более 12 миллиардов рублей, в 2019 году выделилось более 10 миллиардов рублей. Такая львиная доля, часть, ну, более 9 миллиардов рублей, ежегодно выделяется Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тарстан. Сколько у предпринимателей, в 2018 году получили эти господдержки более 17,5 тысяч человек, именно предпринимателей. Из них получили попсторно, это около тысячи человек. В 2019 году, ну, на текущую дату, по сентябрь, это уже 13 тысяч человек получили поддержку от Министерства, я думаю. При этом повторно получили более 10 тысяч, и в основном это конструкционные услуги, то есть не финансовые услуги. Сделали запрос национальный банк наш, выделилось то количество, что кредитных средств, издаемых средств Республики, выдано 18-м банками, это 123 миллиардов рублей, а с января по августа в текущем году 110 миллиардов рублей. Также, если говорить про банки, то в банках у нас, в Сбербанке у нас существуют разработаны три программы, для именно субъектов малых средств и предпринимательства, ориентированных на них, там процентная ставка практически 8%, и в Акбарсбанке у нас заработаны 8 программ, для субъектов малых средств и предпринимательства, там процентная ставка от 1 до 9,6% годовой. Ну, это то, что в настоящее время есть, уже действует, уже работает, нам сейчас нужно с вами проработать, будет сегодня вообще, за этот день, за это время, как это внедрить больше, чтобы нами больше предпринимательства, с нами пользоваться. Давайте продолжим, вот я вам представлю нашего эксперта, Дмитрий Борисович, он немножко продолжит. Да, спасибо, Ирина. Добрый, ну, просто предлагаю, кто еще калфет не снял, предлагаю разоблачиться, потому что нам предстоит полтора часа достаточно жаркой работы, вот, ну, буквально в двух словах я просто представлю себе, так как я с 12-го года являюсь активным экспертом, общественным экспертом ОСИ, все, что связано с национальным рейдингом, с инвест привлекательностью региона, в том числе, и здесь я отдельный большой пакон, хочу отдать республике Татарстан, потому что, ну, с одной стороны, вы всегда бежите вперед, с другой стороны, у вас очень многие учатся, то есть вы реально следовы. Вот. И сегодня мы как раз поговорим немножко о том, ну, я надеюсь, совместно поработаем, о том, как бежать еще чуть-чуть быстрее, чтобы другие нас не успевали догонять. Но, правда, с этим, которые все слышали, знаете, понимаете, как он связан. Значит, по поводу моей роли сегодня, то есть сейчас у меня где-то короткая вводная часть на 7 минут, дальше я буду, надеюсь, вам полезным помощником, экспертом в тех проектах, в тех генерации тех идей, и отработки механизмов, которые вы сегодня, с которыми вы будете работать. В подготовке организаторы меня попросили рассказать о известных генеральных практиках, именно взаимодействия государства и бизнеса, да, о том, как успешно выстраиваться такого рода политики. И здесь я вам хочу сказать, это действительно не умышленно, потому что, ну, в России, за исключением отдельных субъектов, таких как Москва, ну, Татарстана, мало у кого можно так планомерно учиться, кроме как у вас. Так вот, кого бы я рекомендовал и о чем бы я хотел с вами поговорить, увидеть с зарубежных практик, именно взаимодействия. И какая здесь важная роль? На мой взгляд, когда государство понимает, что для определенной территории или для определенного рынка происходит, происходит застопливание, экономика не встает на этой территории рынка расти, встает вопрос, что же нужно развивать, то есть как преодолеть это самое плато, и что сделать, чтобы выскочить из этих устаревающих рынков. И здесь, кроме как подхода создать условия для новых, соответственно, бизнесов, которые будут работать на опережающих рынках, ничего нет. Государство может только создавать специальные правила игры. Вы сегодня в свободном слове и Лины Горнина-Невмиржецкого много об этом слышали. Итак, специальные правила игры, которые, первое, должны быть системы. Второе, и вот здесь, на мой взгляд, это ключевая мысль моего выступления. Правила должны быть бескомпромиссными. То есть, если мы создаем какой-то налоговый режим, мы должны понимать, мы конкурируем со всем миром, мы конкурируем, даже муниципалитет не находится просто в рамках территории, он все равно конкурирует в мировой пространстве. То есть, если специальные преференции, качество жизни, качество среды, это все те параметры, которые должны осуществляться без компромиссов. Это к вопросу, почему те, кто у вас уехал, должны к вам возвращаться. Каким образом создать то самое притяжение, и об этом я тоже предлагаю поговорить, подумать, пообсудить, почему люди сравнивают то, что у них есть дома, куда-то приехав, должны будут возвращаться. И третий, не менее ключевой фактор, это последовательность. Последовательность в действии. Если мы какой-то порядок замышляем, нам очень важно не останавливать и выполнять свои обязательства. И здесь больше ответственность власти, но с другой стороны, это дуально, то есть это взаимообязывающее. Бизнес здесь со своей стороны берет на себя взаимные обязательства. То есть если власть дает преференции, и бизнес этим пользуется, то бизнес обязуется что-то сделать со своей стороны. И здесь много как раз говорилось по той самой социальной ответственности. Четыре примера, очень коротких, очень понятных. Я думаю, вы все так или иначе о них слышали. Это София Антиполис, территория инновационного бизнеса в новозомном берегу Франции. Это Сингапур, это Белоруссия и Ирландия. Буквально несколько ключевых элементов, которые, на мой взгляд, на что стоит обратить внимание. При этом для всех них характерно, что бескомпромиссность – это вызов в сочетании с условиями, безусловно, этот год. Ну, прежде всего, белорусское чудо. 2005 год, когда еще Лукашенко не находился под теми санкциями, которые он в нулевые годы переживал, он увидел, что айтишники, те, которые были заложены хорошей советской математической школой, то, что сделано в 80-х годах, они стали уезжать. И без специальных год, без специальных преференций не было возможности остановить. И, соответственно, тогда было заложено то, что сейчас не приносит свои плоды. Вы знаете, самый яркий пример – это компания Wargaming, производящая танки онлайн. Существует шутка, в которой есть очень высокая доля правды, что танков Белоруссия виртуально экспортирует больше, чем в России железных настоящих танков. То есть на сумму большую продает, понимаете, да, это к вопросу о том, что было, да. И при этом секрет на белорусское чудо очень просто – создать хорошие условия для предпринимателей. Казалось бы, да, что в этом есть. Но я здесь просто процитирую послание уже этого года Лукашенко. Искусственный интеллект, пилотный автомобиль, цифровые валюты, многоточие, да. Перечислять можно долго. Наша задача – представить такие условия, когда мировые лидеры в этих сферах открывали бы в Белоруссии свои представительства. Центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью. И здесь то, что, опять же, сегодня с утра звучало, в словах Венеры Камаловой, да, о том, что у Казани есть вот эти вот акселерационные программы, есть развитие, да. Не всегда бизнес желает открываться в муниципалитете. Почему? Казалось бы, да, есть уникальный, привлекательнейший бренд Татарстана. Почему вот этот, он как зонтик, не закрывает всех? Сингапур. История Сингапура, 1959 год, все тоже много чего слышали про борьбу с коррупцией, про то самое уникальное чудо, но при этом, вдумайтесь, он выходил на фоне, когда уже была там Япония, да, когда развивалась. Он конкурировал с Кореей и при этом смог создать стыки технологического лидерства, образовательных технологий, подтянув научно-образовательные программы и управленческие технологии. Опять же, можно многократно говорить о том, что он делает в области Египетии, да, можно многократно это обсуждать, но то, что Сингапур смог застолбить за собой вот то самое лидерство и продвигать это наружу всему миру, это, на мой взгляд, стоит внимания для того, чтобы об этом подумать и поговорить. Сегодня много, ну вот я, как бы, рассказываю, как участник национального рейтинга, когда понимаешь, что он не работает. Россия участвует активно, движется там к 20-й, и эта цель поставлена в рейтинге doing business, да, в благоприятных условиях для бизнеса. Но при этом надо понимать, что это не цель достижения того самого, той самой бескомпромиссности, да, в притяжении бизнеса на определенную территорию. То есть это скорее нам важно показать для технологического бизнеса, что мы можем создать все для его процветания. При этом мы понимаем, что мы опять же, вот эта мировая конкуренция, вот все время нужно себя сравнивать, сравнивать с лучшими, кто в мире. При этом я коротко назову четыре ключевых направления, что обеспечило модернизацию Сингапур. Экономические реформы, соотношение инновационно-инвестиционного развития, социальная модернизация, эффективный главный баз, коррупция и политическая стабильность. В принципе, все очень просто и понятно, да, то есть то, что делается. София Антиполис. Здесь я приведу только маленький факт. Проект развивался с 1970-го по 1984-й год. То есть те 14 лет, когда какие-то преференции, когда льготы, то есть когда заканчивались туда деньги французским правительством и местным региональным муниципалитетам. После этого, в нынешнее время, деньги, которые в ВВП Франции дает, вот эта маленькая территория, которая находится прямо вот сразу на Лазурном берегу, дает больше, чем весь Лазурный день. Это вот те самые IT-компании, те продвинутые технологические компании, которые выросли из стартапов, которые развиваются в уникальный экосреде, дают, соответственно, очень большой прирост экономики. Кто-то из местных говорит, что это всего лишь возможность людям проникнуть на закрытый французский рынок, но эта территория продолжает расти и остается уникальной в Европе. И Ирландия. Просто очень простой пример. В свое время, когда Ирландия смогла затащить Intel, Apple и многих других, они увидели себя в том, что многие считали недостатком. Много молодых, при этом, ну, без, соответственно, без каких-то дополнительных компетенций на первом рынке. То есть много молодых, да хорошо образованных людей. И они вдруг себя увидели в этой призме немножко по-другому. Они до сих пор об этом говорят. У них до сих пор положительная рождаемость. Они до сих пор очень активно поддерживают свою демографию. Они заявили о себе. Мы те самые молодые европейцы. И создали с одной стороны льготы, за которые их очень сильно пинали и продолжают пинать в Евросоюзе. Но при этом они смогли выстроить вот этот вот конвейер экспорта своих молодых умов. И, соответственно, просто добавив небольшие льготы тем компаниям, которым было выгодно заходить на европейский рынок. На этом моя входная часть закончена. Передаю слово Аиде. Буду рад каким-то образом вам еще быть полезен. Спасибо вам большое. Коллеги, давайте продолжим. Давайте начнем со знакомства. Давайте, я вас прошу всех встать. Сейчас. Познакомимся всех. Спасибо. КОНЕЦ Спасибо.